Эфир на ОНТ продолжает наши новости. В студии Екатерина Воловик. Добрый день. Рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики, уверен президент. Александр Лукашенко требует в оптимальные сроки оперативно и качественно организовать уборочную кампанию. Эту тему сегодня обсуждают во Дворце Независимости. Здесь собрались губернаторы, правительство, ученые и иные, ответственные за урожай. Президент обозначил, в короткий период времени работу аграриев нужно организовать так, чтобы все успеть, провести и заготовку кормов, и своевременную уборку зерна. Главное это и темпы, и качество. При этом нужно поставить жесткий заслон потерям зерна. Требования справедливы с учетом того, что государство уже сделало все необходимое для проведения успешной уборочной кампании, в том числе выделены средства на технику и топливо. Осталось только организовать процесс. Главный фактор, на который надо обращать сегодня внимание, аграриям и всем нам, всему руководству страны, прежде всего губернаторам. Главный фактор состоит в том, что продовольствие как никогда сегодня выросло в цене. Спрос неимоверный. Около миллиарда людей по разным оценкам в мире голодают. И спрос на продовольствие, и отсюда цены на продукты питания будут расти. Конечно, это плохо. В планетарном масштабе это плохо. Но для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране и, наконец-то, получить маломальскую отдачу от того, чем мы болели каждый год. А мы болели за наших крестьян, за аграрно-промышленный комплекс. Мы вкладывали туда большие деньги. И, как видите, не зря. Но желательно получить максимальную отдачу. Президент отметил, что очень внимательно следит за всеми процессами во время уборочной кампании, экономическими и погодными условиями. Подложил на совещание вице-премьер Александр Суботин. В этом году, по оценкам ученых, воловой сбор зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы ожидается в объеме свыше 9 миллионов тонн. На сегодня аграрии уже собрали больше миллиона тонн зерна. День, которого очень ждали поклонники спорта, через час в Токио торжественно откроют 32-е Олимпийские игры. Приветствие белорусской делегации направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, олимпийская медаль – это не только личный успех атлета, но и предмет особой гордости нации, потому что спортивные победы давно уже стали демонстрации уровня развития стран и их достижений культурного наследия. Белорусская команда всегда возвращалась домой с наградами. Александр Лукашенко уверен, так будет и сейчас, потому что мы спортивная страна с богатыми и славными традициями. Глава государства отметил, что для подготовки спортсменов государство сделало все необходимое в праве рассчитывать на успех. Главное – идти к своей мечте и верить в себя. Как и верят спортсменов миллионы белорусов, внимание которых в эти дни будет приковано к спортивным аренам Токио. Следите за новостями, о церемонии открытия расскажем в следующем выпуске. А сейчас к другим событиям. Сегодня вступают в силу изменения в законе о здравоохранении. Они коснутся и врачей, и пациентов. Новый документ сегодня прокомментировали в Минздраве. Еще одним блоком закона здравоохранения у нас входят такие понятия, как экспертиза качества и оценка качества медицинской помощи. Это тоже отдельные статьи в законе. Под них мы разработали тоже целый ряд нормативных документов. Система управления качеством уже формируется в Министерстве здравоохранения достаточно давно. Мы создали экспертную вертикаль и теперь уже узаконили порядок проведения экспертизы в случае, когда она будет проводиться. Она будет проводиться в случаях летальных исходов, дефектов, оказания медицинской помощи, жалобах пациентов, как критерии, на основании чего она будет проводиться. И чем она, естественно, будет заканчиваться? Причем мы будем оценивать всю организацию здравоохранения в целом. Это и наличие необходимого штатного расписания, и наличие необходимых медикаментов, изделий медицинского назначения, вплоть до архитектурного строения здания и маршрутизации пациентов. Все то, что может негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи. И оценка качества медицинской помощи будет заканчиваться прописанными мерами по улучшению качества оказания медицинской помощи. Эти меры могут быть медицинского, организационного, экономического, научного характера и так далее. Все то, что направлено на улучшение качества медицинской помощи, безопасности, эффективности оказания медицинской помощи и ее, естественно, доступности. Этого снова отличилось своим неблагодарным отношением к соседям. На этот раз Винью подкинула Польша. Приняв из Варшавы гуманитарную помощь для мигрантов. В свою очередь Вильнюс решил расселить африканских беженцев в местечке Дивянишкес, где живут представители польского нацменьшества. Пятистам полякам предложили соседствовать с тысячей исламскими мигрантами. Люди в шоке, просят помочь польское правительство. По их мнению, для Дивянишкеса это означает полное разорение. Впрочем, в мигрантском вопросе литовские политики уже не раз были замечены в нечестной игре против ЕС. Это отмечают международные эксперты. Я думаю, что украдкой тайна власти Литвы всех тех мигрантов встречает у себя и препровождает их богатой Германию, Швецию, продолжая таким образом гибридные диверсии против своих формальных союзников. Но почему я так думаю? Потому что литовские политики, с моей точки зрения, отличаются глубочайше аморальностью, подлостью и неблагодарностью. Эту аморальность, подлость и неблагодарность проявили по отношению к нам, к России, по отношению к Белоруссии. Нет сомнений, что такую же подлость они проявляют и по отношению к немецким и шведским политикам. Наверняка тайна препровождает нелегальных мигрантов, например, миграции в Евросоюзе. Это довольно чувствительная тема. Невыгодно руководству Германии, руководству Франции, которые сейчас все равно сталкиваются с проблемой нелегальной миграцией. Делать какие-либо замечания в адрес Вильнюса. Даже если литовские власти, литовские органы безопасности, пограничники обходятся довольно жестко или даже жестоко с иммигрантами. Думаю, что в ближайшее время, если действительно такие случаи будут иметь место в разных инстанциях, в том числе не только в Евросоюзе, а, например, в Совете Европы, можно идти по области, обратя внимание на то, что делает и как делает литовское руководство в данном случае. Ответственность, профессионализм, выучка. Эти три вещи точно не относятся к военнослужащим 54-й отдельной механизированной бригады имени МАЗЭ по украинской армии. На заключительном этапе международных учений они обстреляли село с мирным населением Николаевской области. К нему примыкает полигон «Широкий Лан». Инцидент произошел во время танковой атаки. Стреляли сходу, снаряды упали в населенном пункте, в том числе и на территории одного домохозяйства. Предварительно жертв нет. Прокуратура возбудила уголовное дело за халатность. Маневры в Украине проводились вместе с военными из США, Канады, Великобритании и Швеции, которые должны были оценить профессионализм украинских коллег. А на Гаите не обошлось без США. В Госдепартаменте сделали сенсационное заявление, которое косвенно свидетельствует о причастности к убийству гаитянского президента. Руководитель пресс-службы подтвердил, что шестеро из 23 подозреваемых в расправе проходили военную подготовку в Штатах. Уточняется, что они при этом служили в армии Колумбии и были участниками совместных программ с американскими вооруженными силами. Послужные списки остальных подозреваемых еще проверяют. Тем временем на Гаите продолжаются протесты. Участники требуют справедливого расследования и сурового наказания для заказчиков и исполнителей покушения. Республиканский институт контроля знаний подвел итоги централизированного тестирования. По мнению экспертов, подготовка абитуриентов стала гораздо лучше. В этом году у нас 24 200 бальника, как мы говорим. Это те абитуриенты, которые по двум предметам получили максимальные результаты. Если говорить о 100 бальных результатах, это 379 абитуриентов получили 100 бальные результаты в 403 случаях. Это в первую очередь говорит о том, что ребята стали более мотивированными, они стали более серьезно готовиться к вступительным испытаниям. С нашей стороны мы еще раз убедились в том, что наши тесты выполнимы, что они в полной мере соответствуют программе вступительных испытаний и учебным программам. Мы можем говорить о том, что было сложнее, но тем не менее, это максимальные результаты, которые есть по таким предметам, как математика и физика. А это значит, тот, кто готовится целенаправленно, он всегда получит ожидаемый результат. Были и нарушения. 11 абитуриентов удалили из тестов. Своим правом сдать испытания они смогут воспользоваться в следующем году. Ну а те, кто прошел ЦТ, уже могут получить свои сертификаты и подать документы в учебное заведение для поступления. В завершении кадра из Боливии, где футболистов буквально ветром сдуло, матч местных команд пришлось прервать из-за смерчи. Опасное природное явление возникло прямо на поле, пока спортсмены технично убегали к трибунам. Арбитр попал в эпицентр воздушной воронки. Его подхватило, но судья смог устоять. Унесло только форму. На поле смерчи долго не задержался. Как только все стекло, футболисты вернулись и доиграли матч. Турниры из-за таких мелочей в Боливии не отменяют.